Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас хочу снять ролик вдогонку нескольким комментариям, которые получила после того, как стала использовать в своих роликах вязаных кукол. Вопросы были самые разные. Сейчас попробую по очереди на них ответить. Итак, вопрос первый. Чем вы наполняете свои игрушки? Хорошо нашла. Я их уже год назад вязала. Синтепух от Гаммы я купила. И еще до этого, он, заметьте, вот он какой-то такой, ну, однородненький. Еще у меня был, моя суперкамера вряд ли это покажет, но он такой из частичек состоит, из кругляшек, что ли. Астра наполнитель для мягких игрушек. Фиг с тобой, я вот так возьму. Уникорол, шарики. Уникорол, Таня, читай правильно. Легкая, мягкая, упругая, синтетический, осно, полиэфир. Вы знаете, если вы придете в рукодельный и спросите, чем наполнять игрушки, вам дадут, наверное, может быть, еще что-то, скорее всего. Я ведь не спец. Я знаю, что они бывают большими, маленькими. Мне вообще очень как-то, с одной стороны, приятно, что вы меня спрашиваете про игрушки, а с другой стороны, я ведь не профессионал. Налетело год назад желание, оскорбинку сбило, но я к нему вернусь. У меня такое все налетно. Сейчас у меня вот бум на детские вещички, потом я к игрушкам обязательно вернусь. Так, значит, потом была еще просьба связать вместе лавандую фею, как вы вязали. Вы знаете, если бы я помнила, если бы я помнила. Сейчас мы, как сказать, я объясню логику своих игрушек. Вот просто последний был, я хоть и ответила про лавандую фею. Крючком или спицами связано туловище? Абсолютно все у меня связано человечек. И ножки, и ручки, все у меня связано крючком. Спицами я вяжу только одежку, и то в сочетании с крючком. Вот спицы, вот крючок. Лавандовый фей тоже. В общем, если ответить, во-первых, спасибо огромное за добрые слова, если ответить коротко. Когда-то я увидела, вот где-то год назад, девочку на ютубе, ее ник Олик Аск. Я сейчас прям не поленюсь, найду ее видео про зайца. Хотя у нее очень много-много-много разных игрушек. Она мастер-классы очень подробные. Прям возьмите столько-то, провяжите столько-то. В общем, как надо, не как я, а как надо мастер-класс. И тогда меня там задел заяц. Я тоже поищу свои ролики. И если я ее ролик, кстати, не найду, ссылку, то под теми роликами про мои игрушки обязательно будет ссылка на ее канал. Обязательно. Это не реклама. Мы с этим девушкой даже не пишемся. Не знакомы мы с ней. Просто мне очень нравится, как она объясняет. У нее были зайцы. И вот по ее мастер-классу, конечно, я смысл поняла, что надо начинать с ножки, потом другую ножку. Мне самое главное, как соединять было. Я стала вязать зайцев. Я уже всех их, абсолютно всех раздарила. Потом как-то мне не хватило на зайца пряжи на уши. Я сама дошла, говорю, а если связать уши другими, вот получается кот. Если связать их еще другими, получается мишка. И вообще без ушей как-то получилось у меня. Были ошибки, конечно. Вот видите, я взяла крючок не под ниточку. И там видно синтепон. Мне это не очень нравится. Но поверьте, детям это все равно. А так вот если посмотреть, приглядеться, там все это... Ну, знаете, я и крючок, это... Нет, я учусь. Мы уже почти дружим. И вот эти вот ошибки и так далее. Когда не хватало у меня пряжи, у меня были другие ушки. Это был зайчик. Хотя Оля вяжет абсолютно левят, лисиц, китов. Там абсолютно все, что угодно. Вот. И я начала тоже с зайцев. А потом пошла полная импровизация. Коты, собаки. Чего только не было. Кого только не было. И как-то не было пряжи. Никакой, кроме тончайшей-тончайшей какой-то вот... Ну, знаете, типа вот эта у меня элитная пихорка. Ну, вот тонкая. Я не знаю, как это показать. Вот, но только на единичку, крючочек. Только другого цвета была. Может быть и не она. Что-то подобное. Я стала тоже вязать. И до меня вдруг дошло, да. А если вязать не зайцев, а кого-то другого. И ножки не обязательно там толстенькие. Я стала вязать, например, очень худенькие, коротенькие ножки. Дошла сама. А потом посмотрела, что у Оли так и тоже есть очень много пупсят. Если связать ножки не длинные, а коротенькие, туловище покороче и так далее, и так далее, получится пупсяндия без ушей, естественно. Таких тоже пупсиков очень много я надарила. Детям очень нравится. Не спрашивайте, почему без носика, без ротика. Так хочу. Пожалуйста, это можно рисовать. Потом как-то я хотела, прямо что-то признаться, связать куклу Тильду. У меня получилось такое недоразумение. Я тоже подарила, у меня есть вот коллега, у него доченька, ей нравятся абсолютно все мои игрушки. Я все туда сдавала. Две элитных куклы. Вот апельсиновый фей и лавандовый фей, это мои вот Танины куклы, так я их никому никуда. А уж этих всяких из зайцев и так далее, это ой-ой-ой. А вот эти две куклы, они у меня, так сказать, брендовые. Я вот, то недоразумение-то у меня не связалось, вернее, связалось, но не то, что получилось. А вот идея связать такого субтильного, худенького, прихуденького, у меня она осталась. Я стала ее воплощать и связала, прости, пацан, ради искусства мы разденемся. И я связала просто, ну, вижу, что вызывает, так сказать, интерес. Очень худенького человека. Это я уж просто так ниточкой определила, где пузик, где грудь, а так это можно и не делать. И вот такой вот, вы знаете, даже здесь у меня нет синтепона, у меня чуть-чуть вот в ручках внизу. Здесь вот есть, в ножках есть. Вот такую худого-худого. Естественно, я думала, если сделать, как сказать, ушки, будет заяц. Тогда волосы я не умела делать. Вот посмотрите, какой ужас. Просто вот так вот перетянула и связала. Вот так даже смотреть невозможно какой-то. И чтобы этого не было, я, значит, шапку придумала. Причем шапок у нас было очень много разных. Остановилась я вот на этой. Билетка у нас была. Вот эта шапка ему больше всех идет. Такой показался мне вонек, а потом как-то в сиреневом цвете. И вот когда вяжешь из тоненькой-тоненькой пряжи и берешь меньше петель, чем там указывает Оля, например, да, получается вот такие вот. Я не знаю, что это вот. Ну, как это вот. Их остается только одеть и восхищаться. Вот сапожки в данном случае у меня связаны так же, как начиналась ножка. Только пряжа потолще, петли побольше. Получается, что это сапожок. Вот, поэтому атака, это по идее, это вот ножка. Та же самая ножка. Возьми сейчас вот их, соедини две ножки, да, за свежие туловища получится вот этот пупсеночек. Пожалуйста. Вот. А потом уже одежда, она определяет все. Как вязать одежду? Вы думаете, я помню? Вот взяла какой-то, вязала-вязала крючком, вязала-вязала, сделала две дырки еще связала. Сначала было вот так связано, но воротничка не было, был некрасив. Хотя тоже интересно. Вот. Я потом еще подвязала, вот это отворотишь, но какой-то мастер-класс на это недоразумение можно дать. Вот, пожалуйста, трапеции с дырками. Между дырками должно быть расстояние равное спинке. Вот и весь мастер-класс. Я, если бы куда-нибудь записывала, или я, если бы по описанию все это брала, я бы все это сказала и показала. А это вот, я не знаю, пара минут вчера, пара минут сегодня. Вот вам одежда. Причем она так красиво лежит, да. Вы знаете, я на пуговице очень, как это сказать, не люблю я пуговицы. Хотя нет, пришиваю. Я люблю, не пришиваю. Вот он так рождается, фей. То же самое было с... На, сапоги. Потом оденем. Время тратить не будем. Телефон отключается, когда захочет. Пусть ножки проветрятся. Так, значит, что касается вот этого гражданина, да. Я каждый раз хочу что-то усложнять. Тут я решила, что ножки у меня будут не просто, а настоящие. Связала одну ногу, а вторую забыл, как вязать. Вы представляете, прошло там, может быть, не денька-два, а я забыла. И они у меня, по идее, связаны по-разному. Но начало такое же. Начало так, как если бы нога была вот, извиняюсь, как вот у лавандого фея. А я потом что-то тут громоздила-громоздила, по типу носка, пятки у носка. У меня получилась прям нога. Я вам только по секрету рассказываю, что они разные. Так, такие же тоже чеботочки. Это вот тоже начало ноги. Начинаем отсюда, потом как-то выходим. Путлякую-путлякую, и что-то получается. Вот. И то же самое. Сколько там по длине вы хотите, да. Вот такого и свяжите. Ножки покороче, подлиннее. Все это определяете вы. Штаны. Ну, это просто вот я связала до сих. Потом развела на две части. Одну часть, вторую часть. Здесь сшила. Потом взяла пуговички по цвету. Ну, правда, они созданы друг друга, эти два цвета. Заговариваюсь. И все. Кофты тоже самое. Вы знаете, вот прямоугольник с какими-то двумя дырками. Если я у лавандого фея не стала рукава довязывать. Не помню почему. Вроде пряжу. Здесь я довязала рукава. А так это... Ой, здесь прям пуговицы. Даже не кнопки. Таня, у тебя прогресс был. Вот. Поэтому, знаете... Извини, пацан. Постираем. Вот зачем я зелененькую? То ли она по цвету подходила, да? То ли я некрасиво пришила. Да нет. Все, пучком. Значит, это у меня действительно деталь. Интерьер. В смысле гардероба. Вот тоже. Ну, это вот как? Вот я не знаю. Тоже прямоугольничек с дырочками. Чуть-чуть сужающиеся кверху. А потом эти дырочки, крючком, ну... Хотя можно было регланчиком сделать. Вот какой тут мастер-класс можно дать, если я даже не представляю, что за полет у меня был. Так. Здесь я уже, значит, не стала такое недоразумение на голове делать. А здесь я уже втыкала вот это. Ну, я смотрю по этим самым... Как там чего-то. Каждая волосинка. Я поняла, что я застрелюсь. И поэтому я сколько смогла, столько сделала. И чтобы все это красиво смотрелось, связал шляпу. Ну-ка, шляпу. Вот этот вот просто кружочек, да? Как вот корзинки вяжут кружок. А потом прибавлял, прибавлял, перестал прибавлять и вверх. Вот так вот вяжут корзинки для рукоделия. Только я еще заузила. А у меня это вот шляпа. Все, конечно, как-то, не знаю, надо придерживаться одной концепции. Раз уж у меня мандариновый, апельсиновый фей, значит, какой-нибудь фитилек. Этот самый зелененький. Я даже помню, как я шла в магазин, купила много-много мандаринов в тот день. Я оставлю ссылку на ролик. И вот такие вот, ну, в общем, все началось с зайцев. А потом, смотри, какую тонкую руку вы сделаете. Смотри, какой длинный ногу. Все получается, так сказать, что-то получается. На, не плачь, сейчас оденемся. Если вас, детки, просят куклы, не говорите, что вы не умеете. Вы знаете, если к простому клубку приляпать глаза, кстати, купить глаза, у меня второго нет, что ли? Приляпать глаза, то это уже, вот, на, играй, сынок или дочка, колобок. Ну, вы знаете, это все надо начинать. А как связать шарик, можно найти в любом интернете. Нет глаз, живете в селе, нет рукодельных магазинов. Ничего страшного, можно выкрутиться обыкновенными пуговцами. Ребенку все равно. Вот он вам тот же колобок, только немножко лягушачий. Это все, зелененькие, наверное, не пойдут в глаза. Вот у меня эти глаза, они что-то в кадры не входят, тоже. Иду иногда покупаю, и все это пригодится. У меня все как-то волнами. Вот завтра приспичит что-то вязать еще. Маленький глазенько. Вот, это все, вы знаете, так что началось с зайцев Ольги Аск, а потом просто потолще пряжу, потоньше пряжу, подлиннее ножки, покороче ручки, все это пошло. Если вот эти глазами украсить... Опять потеряла глаза, нашла я потеряла. В кадры входите, почему не входите в кадры? Давай нормальный глаз. Вот если к этим глазам, к примеру, да, еще взять, прилепить какой-нибудь носик, у меня уже рук не хватает, это будет уже совершенно, вот как назовете, хотите колобок, хотите чудик какой-нибудь. Все это очень легко и просто. Вот эти тоже у меня остались от Нового года, что ли. Как их вот зовут? Но все это можно использовать в игрушках. Тут я вот шапочку украсила, а можно спокойно. Зайки были хвостики, у многих зайчиков это было хвостики, чтобы их не вывязывать. Поэтому вот мастер-класс я точно, потому что я уже не помню, как я вязала какую-то игрушку, но здесь нужно, знаете, посмотреть, вот у Олечкинка, я уверена, там многие мастерицы еще вяжут, как вязать там принцип, а потом уже пошло. Какая пряжа осталась, какая-нибудь ферблюжия осталась до котика связать, не важно, здесь коричневый, цветом, белый и так далее. Можно однотонных связать, потом одежки вязать. Можно вот типа вывязать одежки сразу, типа в слиторучках. Здесь можно связать зеленые, там, я не знаю, какие-то красные шортики. Это все полный полет фантазий. Так, значит, чем наполняю сказала, и у апельсинного феи тела крючком сказала. Вот, это все, у меня вообще все они связаны крючком, а уж на одежке я отрываюсь, как мне хочется. Поэтому мастер-класс или что-то я точно не могу сделать, это уж простите, не мое. Вот, а я вообще с крючком... Вот, если я сейчас сяду крючком мастер-класса показывать, это будет очень смешно. И я не помню, как я их вязала. Связала и ладно, связала и проехали. И я как-то хотела, видите, деталей все больше и больше у феи. Там у лаванды у феи поменьше, у апельсинового побольше. Тут, например, пальтишко, а здесь уже две одежки. Это для меня достижение. И я хотела еще и еще, я обязательно буду вязать. Вот, это даже не обсуждается. Но потом, как-то потом. Поэтому берите крючок в руки, вяжите, чтобы не получилось. Да, вот любое недоразумение, даже если без рук, без ног, квадратное, круглое, овальное недоразумение, вы пришейте глаза, приделаете носик. Не важно, что это будет. Вот, например, бисеринки. Да, мне почему-то нравятся бисеринки. Совершенно не хуже, чем там вот глаза. Какие-то глаза, так я сажаю на клей. Вот носики все продаются. Вот у котика маленький носик. Это вот большой носяра, смотря, что вы свяжете. Если здесь мешается попросить отпилить кого-то. Вот эти глаза тоже были с ножками. Потом я отпилила и иголочкой даже сделала. Сейчас здесь у меня супер телефон, он не покажет. А вот видно. Даже иголочкой сделала. Здесь как пуговицу можно пришивать. Было бы желание. Поэтому и ничего страшного, если вы хотели связать шарик, получился квадратик. Но еще квадрат с глазами тоже, извините, уникальная игрушка. Главное назвать. Назвать, играть с удовольствием. Такого у меня вообще может быть ни у кого и нет. Дерзайте. Творите. И вот у вас сами руки потянутся. Вы в предыдущие игрушки поймете свои ошибки и не повторите их. А может быть ошибки, какие-то дизайнерские штучки превратятся. И тогда вы их не просто не будете повторять, а наоборот будете сознательно повторять. И это будут ваши находки, наработки. Это очень здорово. Вот все, что я могла сказать про игрушки. Я сейчас понимаю, что я еще хочу связать что-то. Но пока нет, 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 нет. Пока я держу курс на детскую коллекцию. Мне очень хочется хотя бы там, ну я не знаю, может быть 4-5 вещички связать. Загадывать не буду. Как получится, так и получится. Почему у меня этот угол пустой? А потому что там должна стать блин, я забыла. Да, вот. Я же хотела сказать. Если у вас получится недоразумение, не переживайте. Вот у меня тоже однажды получилось недоразумение. Как что-то его не называли. А у меня это рукодельная фея. Рукодельная фея с ножничками, с пуговичками, с наперстком старым мамином, с бусинами, с булавинами, с предметами от женских деталей, ручная рама. В общем, вы знаете, как корабль назовешь, так он поплывет. Вот что вы увидите в своих работах, то и увидят окружающие. Всего вам самого доброго. Творите, отпустите себя по волнам творчества и плывите по ним с огромным удовольствием. Вот это вся фишка. С огромным, отвязным удовольствием. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok